Всем привет, друзья! Ну а это тот самый доклад генерала, о котором было так много сказано в прошлом видео и на прошлом заседании Совета Безопасности ООН. Так что предлагаю без лишних слов, давайте посмотрим. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Российский Центр по примирению рождущих сторон и контролю за перемещением беженцев Основные усилия свидетельности в Сирийской Арабской Республике направляют на невоенное разрешение конфликта, оказание всторонней помощи сирийским гражданам, возвращение на родину и восстановление мирной жизни. Общими усилиями совместно с сирийским правительством удалось добиться серьезного улучшения положения по данным направлениям. Статистика по возвращающимся в родные места сирийским гражданам говорит сама за себя. Только с начала 2019 года в родные места вернулись более 220 тысяч сирийских граждан. Из них свыше 30 тысяч внутренне перемещенные лица и более 190 тысяч беженцев из-за рубежа. Большинство сирийцев возвращается из соседних сирий государств. В страну каждые сутки прибывает от 1 до 2 тысяч человек из Иордании и Ливана, что свидетельствует об эффективности комплекса принимаемых мер. При этом, наряду с положительными результатами имеются и проблемы. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, непростая обстановка складывается в зоне дискалации Идлиб. На сегодняшний день в Идлибской зоне боевики отдельных, никому не подконтрольных, террористических формирований отказываются соблюдать режим прекращения огня и активно препятствуют совместным усилиям России и Турции по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии. С апреля 2019 года в этой зоне отмечается очередной виток напряженности. Боевики террористической организации «Хаят Тахри Рашам», завершив объединение террористических группировок, под своим руководством активизировали атаки на позиции правительственных войск и обстрелы населенных пунктов. Так, в апреле 2019 года российской стороной зафиксировано 169 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Погиб 41 сирийских военнослужащих, 74 получили ранения. Среди гражданского населения погибли 8 человек и 20 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. В мае 2019 года было зафиксировано уже 338 обстрелов со стороны боевиков. При этом погибли 36, ранены 118 сирийских военнослужащих, убиты 24 и ранены 32 мирных жителя. В частности, 5 мая пятеро детей и одна женщина погибли вследствие обстрела боевиками группировки «Джей и Шальч Иза» из реактивных систем залпового огня города Скальбия. 15 мая в результате минометного огня, открытого террористами Хаят-Тахри-Рашам в населенном пункте Найраб провинции Алеппо, погибли 8 мирных жителей, включая двоих детей. При этом в конце апреля-начале мая значительное количество боевиков террористической группировки «Хаят-Тахри-Рашам» и союзных ей формирований сконцентрировались вблизи сирийских городов Хама и Алеппо. Радикальные группировки предприняли попытки прорваться населенным преимуществом христианами, городам Скальбия и Мхадра, провинции Хама. В ходе атак на позиции правительственных сил террористы использовали беспилотные летательные аппараты, танки, пикапы, установленные на них крупнокалиберными пулеметами, а также управляемые смертниками заминированные автомобили. В июне активность террористов в Эдлибской зоне дискалации не снизилась. Зафиксировано 302 обстрела и вооруженных провокаций стороны боевиков. Продолжают гибнуть как сирийские военнослужащие, так и мирные жители. 17 июня вследствие минометного обстрела боевиками «Хаят-Тахри-Рашам» в населенном пункте Кудехи провинции Алеппо погибли 11 и были ранены 15 мирных жителей. В ответ на постоянные провокации террористов, правительственные силы вынуждены вести активное бронетное действие. По данным объективного контроля на всех участках делились боевые действия. Сирийским вооруженным силам противостояли незаконно вооруженные формирования. Из состава «Хаят-Тахри-Рашам» отмечены также действия боевиков из Эмарата Кавказ, Харас Аз-Дин, Исламской партии Туркестана. Все эти структуры признаны Советом Безопасности ООН террористическими. Неоднократным обстрелом из реактивных систем залпового огня джихадистов подвергалась и российская авиабаза «Хмеймим», что создало реальную грузу жизни российским военнослужащим. Воздушно-космические силы были вынуждены наносить ответные точечные удары по огневым позициям, складам боеприпасов и скоплениям террористов. При этом огонь ввелся только по доразведанным целям вне населенных пунктов. Вся ситуация удерживается под контролем исключительно благодаря совместным, скоординированным действиям Российской Федерации и Турецкой Республики в соответствии с меморандумом о стабилизации обстановки в зоне дискалации ИДЛИП, подписанном 17 сентября 2018 года в городе Сочи. В целях поиска и путей решения ИДЛИПской проблемы нами совместно с турецкой стороной постоянно осуществляется активная работа по выработке новых мер и взаимоприлеемых решений по стабилизации обстановки. В рамках этой деятельности по просьбе российской стороны сирийская армия в течение мая-июня дважды устанавливала режим прекращения огня. Однако, каждый раз ряд радикальных формирований действующих на территории ИДЛИПской зоны деэскалации продолжает нарушать установленный режим прекращения огня. Их обстрелом подвергаются не только позиции правительственных войск и населенные пункты, но и наблюдательные посты турецких вооруженных сил. Продолжаем фиксировать подготовку террористами неправокационных постановочных действий для обвинения правительственных войск в якобы применении против них химического оружия. Мы, работая здесь на земле, постоянно отмечаем однобокость в освещении событий в Иллипской зоне страны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности, одновременно с этим закрывая глаза на бещерство джихадистов и их террористическую деятельность в провинции. Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Иллипе. С сожалению, отмечаем, что антисирийские неправительственные организации охотно тиражируют эти ложные, непроверенные сведения, вводя в заблуждение мировую общественность и таким образом выгораживают террористов Хаят Тахри Рашам. При этом боевики Хаят Тахри Рашам и других группировок не получая должной оценки своих действий, страны мирового сообщества продолжают казнить пленных сирийских военнослужащих и захваченных имиджа гражданских лиц из числа местного населения. Точно так же, как это делали террористы ИГИЛ в Пальмире и Раке. На территории эскалации Бывиками Хаят Тахри Рашам за два года похищено не менее 5000 человек, судьба неизвестна. Сотни казнены без суда и следствия. Учитывая острую гуманитарную обстановку, сложившуюся в данном районе, сирийское правительство совместно с Центром по примирению враждующих сторон и при поддержке сирийского арабского красного полумесяца организовало необходимые мероприятия для достойного, безопасного и добровольного выхода мирного населения из зоны эскалации Длиб. В частности, 4 марта 2018 года в провинции Алепа развернут пункт пропуска Абу-Эд-Духур. Пропуская способность пункта составляет до 1100 человек и 50 автомобилей в сутки. В настоящее время беженцев через него приостановлен из-за высокой угрозы обстрелов со стороны террористов. С 27 мая 2019 года оборудован дополнительный пункт пропуска Суран с пропускной способностью до 1000 человек и 50 автомобилей в сутки. Всего с начала действий пункта пропуска и Длибскую зону эскалации покинули более 44 тысяч человек. Из них женщин более 14 тысяч и детей более 20 тысяч. По нашим данным, уже сегодня из зоны эскалации готовы выйти от 40 до 80 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для их приема на территории провинции Хама, Хомс и Дар-Изор подготовлено необходимое количество мест в центре временного размещения. Сирийское правительство готово использовать все имеющиеся возможности по обеспечению необходимых условий для возвращения мирного населения из либской зоны эскалации. В создании правительством Сирии достойных условий проживания для своих граждан уже смог бедиться около 15 тысяч сирийцев, покинувших лагерь беженцев Рукбан, а также представители ООН, которым сирийские власти обеспечили возможность общения с сирийскими гражданами, вернувшимися в провинции Хомс и Хама. Уважаемые дамы и господа, в целом взаимодействие стран-гарантов позволяет эффективно противодействовать международным террористическим организациям на территории Сирии и удерживать ситуацию на северо-западе страны под контролем. Отмечаем активные усилия наших турецких коллег по поддержанию режима прекращения огня в диаметрозонной зоне Идлиб. Хочу подчеркнуть, действия Центра по примирению рождущих сторон и контролю за перемещением беженцев лежат строго в рамках реализации российско-турецкого меморандова о стабилизации обстановки в зоне дискалации Идлиб и договоренности достигнуты в ходе постоянной консультации с турецкой и иранской сторонами в астанинском формате. Все усилия астанинских гарантов направлены на выполнение резолюции Совета безопасности ООН 2254. В интерес к возвращению мирной жизни на сирийскую землю. Вместе с тем обращаю ваше внимание, что любые договоренности по прекращению боевых действий не могут распространяться на борьбу с сирийскими организациями, где бы они ни находились. Считаем, что единственный путь к возрождению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, в том числе и в зоне дискалации. Возвращение внутренне преимущественных лиц и беженцев в места до военного проживания. И постконфликтное восстановление страны. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok